Здравствуйте! В студии Хадижа Курбанова. Это информационная программа Новости 24. И сразу к событиям в республике. Селевой поток снес жилой дом в Ахтынском районе Дагестана. Причиной стал кратковременный ливень. Жертвы и пострадавших нет. В доме проживала семья из трех человек, в том числе двое детей. Все они в настоящее время размещены у родственников. Сели сошли также в Курахском районе. В результате из четыре участка дороги затопило грязевой массой. Уволен Аслан Рожабов, бывший в Рио ректора ДГПУ. Прокуратура Дагестана выяснила, что он не имеет права заниматься педагогической деятельностью, так как ранее был осужден за незаконное ношение оружия. Напомним, что 6 мая студенты исторического факультета ДГПУ вышли на протестные акции против Аслана Рожабова, который на свое усмотрение увольнял преподавателей, не продлевая с ними контракты, пока действующий руководитель вуза находилась в отпуске. Запрещенные пленочные покрытия, перевозка детей без автокресел, управление без регистрационных знаков. Эти и другие нарушения были выявлены в ходе рейда ГИБДД в Махачкале. Дорожные полицейские составили более 50 административных протоколов. Главная цель подобных рейдов – профилактика правонарушений и снижение аварийности на дорогах. Личным составом полка ДПС проводятся массовые мероприятия по выявлению нарушений, по подложным госрегистрационным знакам и по пленочным покрытиям. Хочу предупредить участников дорожного движения, что выявленные повторные грубые правонарушения водителями, работающими в государственных учреждениях, будут оповещаться их непосредственные руководители для принятия дисциплинарных мер в отношении. Поездки на такси могут подорожать на 50%. Депутаты предложили запретить в России работу иностранных агрегаторов такси. Кроме того, водителем может стать только гражданин России, и он будет обязан проходить регулярно дополнительные курсы. Законопроект прошел первое чтение. Если он будет принят в полной мере, то стоимость поездок на такси может вырасти до 50%. Планируется также запретить работать водителем на машинах старше 7 лет. Республики СКФО демонстрируют лучшие результаты по показателю рождаемости. Так, согласно данным Росстата, в 2018 году лидерами стали Чечня, Дагестан и Ингушетия. Высший показатель демонстрирует Чеченская республика. Там в минувшем году родилось около 30 тысяч детей. Следом идет Ингушетия, а затем Дагестан. В прошлом году в нашей республике родилось 48 120 человек. Всего в России родились более полутора миллиона человек. В то же время, в целом, уровень рождаемости в стране снизился на 5,2%. Накануне в Каспийске прошла торжественная церемония закладки капсулы в честь начала строительства резервного центра обработки вызовов системы 112. Он будет расположен на базе городского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, введен в эксплуатацию в ноябре текущего года. Открытие центра позволит не только усилить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, но и позволит создать рабочие места. А в случае выхода из строя основного центра обработки вызовов, сигналы о помощи со всей территории республики будут принимать именно в этом центре. Мы поздравим всех Каспийчан с праздником, с новым зданием, с рельсом и от новых рабочих местах, кстати говоря, для города. Мы не зря выбрали город Каспийск, потому что мы знаем, что последние 5-6-7 лет город Каспийск занимает первые места по линии обеспечения безопасности, по линии пассивной регионе, по линии РЧС, по МЧС России. Поэтому было принято решение, и мы поставим город Каспийск. Позади учебный год, настало время каникул. Как провести лето с максимальной пользой, знает в Джума мечети Махачкалы. Там ежегодно проходят курсы по обучению основам ислама и чтению Корана. В этом году базовые религиозные знания здесь получают более 1200 детей. Помимо основной программы, мальчики и девочки получают дополнительные уроки. Так, по четвергам перед учащимися выступают известные спортсмены и богословы. Сегодня зам муфти Идрис Асадулаев и боец смешанных единоборств Ахмед Алиев рассказали детям об уважении к родителям и старшим. В качестве примера они привели некоторые поступки известных последователей ислама. Это, конечно, очень хорошо, что родители отдают своих детей в мечеть, чтобы они учились молиться, учились читать Коран, чтобы их воспитывала, можно сказать, мечеть Алимы. Это очень хорошо. Я, наверное, своего ребенка тоже отдам туда, когда он вырос. В Дагестане на один спортивный комплекс стало больше. В селении Нижнее Казанище Бойнакского района открыли спортивный комплекс имени Сали Сулеймана, легендарного борца, чемпиона мира и кумира Востока. Зал площадью 900 метров в квадрате оснащен всем необходимым оборудованием. И инвентарем для занятий по вольной и классической борьбе предусмотрено также место для тренировок по боксу. В ближайшее время на территории комплекса появятся волейбольная и баскетбольная площадки, а также мини-футбольное поле. Кроме того, здесь есть возможность проведения соревнований и турниров районного и республиканского значения. Ежегодно в районе проводится большой объем работ. В том числе сдаются объекты культурного назначения. В частности, сегодня мы сдаем порткомплекс селений Нижнее Казанище. Строятся дороги. В этом году у нас большие объемы работ предусмотрены по дорожному строительству, по ремонту дорог. А вот тот объект, где мы сегодня находимся, это очередной объект, который в Нижнем Казанище мы сдаем в интересах наших граждан. Это объект, который позволит нам проводить соревнования. Это значимый объект. Это объект, который строится с 2011 года. Тут будут проводиться соревнования, будут заниматься дети, вестись секции, вестись кружки. Самбисты из 10 регионов страны станут участниками 18-го всероссийского турнира на призы заслуженного мастера спорта СССР Гусейна Хайбулаева. Соревнования пройдут 15 июня в Махачкале в зале Дагестанского центра волейбола. Свои участие в турнире подтвердили команды Дагестана, Ингушетия, Ставрополя, Свердловской области, Перми, Краснодарского края, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Медалисты в каждом из пяти весов будут отмечены денежными призами. Напомним, что Хайбула в пять раз выигрывал чемпионат мира и завершил карьеру спортсмена непобежденным. А в качестве наставника воспитал и подготовил более 20 победителей мировых первенств и чемпионатов. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»